Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире. Звоните нам по телефону 300-190, задавайте свои вопросы. Если они есть, сегодня с вами Ирина Чекунова. А теперь представляю экспертов нашей программы. Итак, сегодня у меня в гостях Ангелина Алексеевна Бочарникова, инспектор контрольно-следственного отдела Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области, подполковник юстиции. Ангелина, здравствуйте. Анна Александровна Валайтос, прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Тверской области. Анна Александровна, здравствуйте. Лариса Анатольевна Масалыгина, уполномоченная по правам ребенка в Тверской области. Лариса Анатольевна, приветствую вас. И Надежда Геннадьевна Семенова, руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской области, главный судебный пристав Тверской области. Надежда Геннадьевна, здравствуйте. Начинается лето, в первый день которого мы, как обычно, говорим о том, как нам защитить наших детей, потому что угроза для жизни ребенка практически на каждом шагу. Это и автомобильные дороги, и отдых на природе, и тлетворное влияние интернета, и злой умысел взрослого человека, а подчас предательство родителей. Давайте поговорим об этом подробно, как нам все-таки обезопасить ребенка, какие меры принимаются на нашей верхневожской земле. А начнем, наверное, с вас. 22-й год, социальная, политическая обстановка нестабильная. Новые обращения родителей есть ли в приемную уполномоченного по делам ребенка, и с какими основными проблемами обращаются к вам взрослые люди? Ну, мы не можем сказать, конечно, что у нас есть прям типичное новое обращение. Скорее появилась новая категория детей, которым нужна наша помощь. Это дети у нас, которые прибыли на территорию Турцкой области из-за территории проведения специальной военной операции. Там тоже плотно очень работаем с ребятами. Вчера встречались с родителями, постоянно на связи, консультации оказываем, в том числе по оформлению документов, которых либо у них вообще нет, либо они утрачены были в процессе переезда, либо до этого. Что касается в целом обращений, то за прошлый год у нас было почти тысячи обращений. Тысячи обращений? Да, это получается практически три обращения в день. Да, основная масса обращений была связана с мерами социальной поддержки, в том числе отчасти из-за введения новых и новых мер, из-за непонимания какого-то несогласованности действий, нечеткости определений в документах. На втором месте по количеству обращений по защите семьи в целом. Это в том числе и межличностные конфликты родителей, ситуации разводов, невыплаты алиментов, общение родителей с детьми, проживающими отдельно, бабушек, дедушек с детьми и так далее. Ну и дальше традиционно вопросы образования, здравоохранения, доступ к культурным ценностям, вопросы безопасности. В общем, весь спектр вопросов. Поэтому и сейчас мы наблюдаем такую же тенденцию. Опять на первом месте у нас вопросы социальной поддержки. Видимо, это какая-то такая уже традиционная у нас категория обращений, которая действительно нуждается в постоянном разъяснении. У нас сейчас появилась новая мера социальной поддержки, пособия от 8 до 17 лет, которую выплачивает Пенсионный фонд России. И такую интенсивную разъяснительную работу приходится вести в том числе и в... То есть вот такая разъяснительная работа просто необходима, да? Недостаточно того, о чем сообщает ведомство? Не то, что, наверное, недостаточно. Скорее, эти каналы информации почему-то не доходят до конкретного получателя. То есть аудитория эту информацию ждет, и она не нуждается, а ведомство почему-то не... Вот конкретно в эту аудиторию с этой информацией не попадает. Поэтому мы вот находимся на стыке, да, и объясняем, где что посмотреть, где на госуслугах зайти в какую-то, значит, страницу приложения там, да, и что нужно нажать и куда отправить. То есть это такая работа. Ну и в том числе объясняем причины отказов, которые написаны иногда таким вот, ну, сухим бюрократическим языком, и человеку не сильно подкованному, не очень образованному, не очень понятно, почему же ему отказали. Вот из последних примеров привожу, вот буквально недавно мама обратилась, отказали в связи с отсутствием доходов. При этом мама уверяет, что она работает, работает у индивидуального предпринимателя. Мы ей порекомендовали зайти в личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России и посмотреть все отчисления, которые были за нее сделаны работодателем. Помогли это сделать, посмотрела, она убедилась, что там у нее ноль. То есть работодатель просто не перечислял за нее налоги, не отчитывался о том, что она у нее трудоустроена. И тем самым поставил ее в такую ситуацию, когда она лишена права на получение пособия. В общем-то, да, вот нечестный работодатель привел к такому вот результату. К сожалению, государство в этой ситуации совершенно правомерно отказало. Поэтому просьба родителям обращать внимание, в том числе на такие вещи, все доступно, все сейчас есть в интернете, вся информация можно получить в своих личных кабинетах на сайте Налоговая инспекция, на сайте Пенсионного фонда России, в госуслугах. Вот вы сказали про работодателя. Вот это уже, наверное, прерогативы прокуратуры, да, которая не перечисляет деньги. Вот если вот в такой ситуации оказался ребенок же, да, страдает, да? Да, я сразу, наверное, такую ремарку внесу. Скажу о том, что действительно в органы прокуратуры точно так же поступает очень большое количество обращений, связанных с отказами получения мер социальной поддержки. Все мы с вами знаем, что у нас есть новый институт ГКУ «Тверская семья». Также граждане получают определенные выплаты, пособия посредством обращения в Пенсионный фонд Российской Федерации. Разъяснительная работа прокуратуры Тверской области ведется активно, также посредством средств массовой информации. Посредством горячей линии телефон граждане обращаются на прием прокурору, получают определенные рекомендации и консультации. При наличии обращения, которое содержит обоснованные доводы, акты прокурорского реагирования приносятся со стороны прокуратуры Тверской области. В прошлом году было очень много актов прокурорского реагирования, связанных с этим, направленных на восстановление прав граждан на получение мер социальной поддержки. Поэтому активная работа также ведется, и непосредственно эта работа ведется, в том числе с участием, огромное спасибо, уполномоченного по защите прав ребенка Тверской области. Я знаю, что перед тем, как началась программа, Вы говорили, что Лариса Анатольевна очень часто выступает и в судах, если дело касается иных несовершеннолетних. Да, дело в том, что наш законодатель на сегодняшний день, федеральный законодатель, предусмотрел такое право, уполномоченного по правам ребенка, вступать в процесс по ходатайству сторон. По ходатайству страны, как конкретной семьи, да, Лариса Анатольевна? Участника процесса. Да, участника процесса. То есть, если мы берем конкретный гражданский процесс, по которому прокурор в порядке статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации дает заключение, заключение прокурор дает по таким делам, как лишение родительских прав, ограничение в родительских правах, восстановление в родительских правах, усыновление, то в данном случае сторонами иногда могут заявляться ходатайства о привлечении к участию в деле уполномоченного по защите прав ребенка. В том числе, даже когда прокурор участвует в делах о выселении в порядке 45, когда решается вопрос дальнейшего жилищного права ребенка на жилое помещение, также стороны заявляют такие ходатайства. Эти ходатайства разрешаются судом. Таким образом, в судебном правовой процессе участвует не только прокурор, но если положительно разрешено ходатайство, то и уполномоченный. Таких процессов вообще много было, Арина Анатольевна? Нет. У вас за год нет? Немного, да? Да. Но тем не менее приносит результат, да, вот ваше непосредственное участие в процессе? Ну, скажем так, это дополнительный независимый взгляд на ситуацию, ну, как незаинтересованные лица, да, поскольку уполномоченный стоит прежде всего на стороне ребенка. На стороне ребенка, на защите его прав, его интересов законов, да, несмотря на те или иные действия или возможное желание сторон, которые в этом процессе участвуют. Уважаемые друзья, сейчас приведемся на небольшую рекламу, не переключайтесь. И еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. Тема дня в эфире, телефон прямого эфира 300-190. Сегодня говорим о том, от чего и какие права детей мы защищаем в преддверии дня, Международного дня защиты детей. Я знаю, что ежегодно в канун этого праздника, это можно назвать и праздником, да, судебные приставы проводят акцию, судебные приставы детям. Да, чего добиваетесь, главное, к чему хотите привлечь внимание? Ну, так как Федеральная служба судебных приставов уже является таким конечным звеном, да, вот в этой цепочке восстановления прав, если они были нарушены, восстановления прав детей. И, конечно же, в первую очередь, да, мы не только к Дню защиты детей, да, проводим определенные акции, но любая акция, естественно, в первую очередь, это привлечь внимание к той проблеме, которая есть. Проблемы в этих вопросах действительно существуют, и в этой студии мы уже много говорили, я в элементных обязательствах, да, и на сегодняшний день пока что нет какого-то общего, да, вот, там, решения этой проблемы, что есть у нас и злостные неплательщики, есть прям противники, да, этого вопроса, вот, поэтому есть и другие судебные решения, да, которые требуют нашего вмешательства, потому что там тоже есть нарушенные права ребенка. И две стороны у акции. Первая, это информационная, о которой я сказала, да, это привлечение внимания к важности этого социального вопроса, ну, и, конечно же, это конкретные мероприятия, да, которые аккумулируются совместно, и вот в период в этом году у нас всероссийская акция проходит с 23 мая и по 1 июня, в этот период времени мы проводим отдельные рейдовые мероприятия с привлечением, в том числе и сотрудников ГИБДД, сотрудников внутренних дел, вот, планируем определенные розыскные мероприятия, да, по тем розыскным делам, да, в отношении должников по алиментным обязательствам, находящихся в розыске. То есть все это в комплексе, естественно, приносит определенные результаты. Это и горячие линии, которые мы, на которых мы стараемся разъяснить те проблемные моменты, да, те вопросы вообще, которые возникают. Иногда это совершенно простой вопрос, а куда мне обратиться для того, чтобы взыскать там алименты, там, вот, сукруга, да. Вот вроде бы, да, объясняем, объясняем, да, и все равно вот одни и те же вопросы возникают. И мы на них отвечаем, да, потому что консультация, да, это очень важный вопрос. Иногда вот правильный ответ на вопрос, да, он может разрешить будущие какие-то проблемы, с которыми потом мы уже столкнемся. Вот, поэтому плоды действительно есть, то есть мы всегда наблюдаем и достаточно хороший результат по розыску должников в этот период и по рейдовым мероприятиям, когда проводим. Ну и, конечно же, мы надеемся, что вот та разъяснительная работа, она тоже дает свои результаты. Ну, я хотела заметить, что вот напомните нашим телезрителям, радиослушателям, что эта работа по розыску, в том числе, она не прекращается в течение года. Это не значит, что только в дни акции проводятся, вы начинаете искать должников, да, и играть этим пальчиком, Хадим, да, скажем. Нет, просто, наверное, вот в эти рейды мы выбираем тех, кто, может быть, уже длительно, более длительное время находился в розыске, да, тех злостных должников, которые вот там, по ним нужно, необходимо вот сейчас, да, провести уже, по привлечению к административной ответственности. То есть выбираем самых лучших, скажем так. Может быть, в обратном смысле слова. Какой сейчас, какой порядок долга вот сейчас на Верхневужье у нас по алиментам? Ну, сумма долга сама по себе, да, общая, она, в принципе, варьируется, да, там, около двух миллиардов рублей, но мы уже говорили о том, что... Уважаемый долг до миллиарда рублей. Эта сумма складывается из таких, ну, даже, можно сказать, объективных причин, да, так как рассчитывается в большей мере из среднестической заработной платы по Российской Федерации в случае, если должник не работает. Ну, мы все знаем, да, какая это сейчас заработная плата, 57 тысяч. То есть вы можете понять даже 25%, сколько это. Чаще всего у нас должники, да, у которых размер задолженности большой, они имеют задолженность не только на одного ребенка, на двух и более. Соответственно, вот этот размер складывается вот в такие достаточно большие суммы. Вот. Хочу сказать, что вот таких крупных должников, их действительно немного, но они действительно, это... Они у нас есть, это чаще всего люди, ведущие асоциальный образ жизни, которые вот, которые годами накапливают... Ну, если асоциальный образ жизни, значит, взять-то нечего. Ну, вот чаще всего так и получается. Но, увы, до 18-летия, да, ребенка это задолженно будет рассчитываться, да, и только потом нас торнируется по 18-летию, и мы уже начинаем взыскивать саму задолженность, если будет, значит, такая возможность. Вот. Но хочу сказать, что, как и прежде, у нас с каждым годом увеличивается вот то количество должников, которые приступают к оплате алиментов, то количество должников, которые трудоустраиваются, там, где мы видим уже ежемесячное взыскание алиментных платежей текущих и погашение задолженности. Лариса Анатольевна, ну, вам тоже приходится убеждать, да, вот вы говорили, что по алиментам невыплатам тоже приходят к вам, вы работаете тесно с судебными приставами. Да, тесно работаю. Удается кого-либо уговорить или что-то, или на уровне консультации? Ну, скажем так, обращаются, как правило, те, кому алименты не платят, их уговаривать не в чем, то есть они уже жертвы, они как раз приходят за помощью, как раз мы здесь совместно с судебными приставами работаем для того, чтобы каким-то образом активизировать работу с должником, да, может быть, какие-то не все механизмы воздействия были исчерпаны, еще раз пересматриваем все, что возможно сделать в этой ситуации. Здесь вот из последних интересных, наверное, ситуаций была такая, что обратилась бабушка, ребенка, ребенок помещен в детский дом, папа скончался, мама еще до этого умерла, папа должник по алиментам. И как, да, такая ситуация? В наследство вступили три ребенка, двое совершеннолетних, и вот как раз один несовершеннолетний, попавший в детский дом. А поскольку наследственная масса у нас идет целиком, как с имуществом, так и с задолженностями, то есть у нас получается, что дети в том числе наследовали задолженность по алиментам. Это, конечно, такая очень тонкая юридическая процедура, просто тоже, чтобы граждане понимали, что и такое тоже бывает. Сейчас тоже мы совместно с службой судебных прессов в эту ситуацию тоже вникаем. Как теперь в этой ситуации поступить, потому что там есть имущество, там квартира, комнаты какие-то. То есть что в этой ситуации будет выгоднее сделать, прежде всего, для ребенка, но и остальных детей, которые тоже, в общем-то, являются наследниками. Ну, такое тоже бывает, да. Ничего себе. Вот мы говорили об акции, которая проводится. Вот, Анна Александровна, вообще, какой вы самый эффективный способ назовете защиты прав детей? Какой способ? Вот акция вот в том числе, потому что, что называется здесь, чего только не сделаешь, лишь бы выбить хотя бы рубль, да, чтобы человек начал платить. Вот, на взгляд сотрудника прокуратуры. Я, прежде всего, скажу, что на сегодняшний день позиция Генеральной прокуратуры, прокуратуры Тверской области, одним из самых приоритетных надзоров, которые на сегодняшний день существуют в области прокурорского надзора, это защита прав несовершеннолетних. По сути, это надзор, который предусматривает 24 на 7. То есть, по сути говоря, чуть ли не круглосуточно работник прокуратуры осуществляет надзор в этой деятельности, направленный на защиту прав несовершеннолетних. 24 на 7, 24 часа, 7 дней. Да, именно так. Именно на сегодняшний день это одно из самых приоритетных направлений, которые предусмотрены нашим руководством. Сразу могу сказать, что одним из самых эффективных способов защиты прав несовершеннолетних, это прежде всего защита прав несовершеннолетних в судебном порядке, либо путем подачи исковых заявлений в суд, либо путем, как это предусматривает статья 45 ГПК Российской Федерации, и вступление в процесс с целью дачи заключения по конкретному гражданскому делу. То есть, помимо классических актов прокурорского реагирования, как мы знаем, это представление, протест, административная ответственность, прокуроры также и участвуют в судебных процессах и активно высказывают свою позицию. Тут я бы с Александром немножко не согласилась, потому что наиболее эффективная это профилактика. То есть, если мы не допустим нарушений, то тогда и меры прокурорского реагирования, возможно, нам и не понадобятся. Понятно? И работать они не будут 24 на 7. И вот в этой части, конечно, профилактическая работа, да, то есть она становится все равно приоритетным и наиболее эффективным. Как сделать так, чтобы родители не злоупотребляли алкоголем, не бросали детей, да, чтобы они соблюдали свои служебные обязанности и не нарушали, да, чтобы не причиняли вред имуществу несовершеннолетнего, здоровью несовершеннолетнего. Вот это главная задача, собственно, всех органов государственной власти. Профилактика здесь, это ходить по домам, по квартирам? Как? Посещать семьи? Конечно, нет. У нас профилактика не нацелена на постоянное вмешательство в каждую семью. Это, в принципе, невозможно. Существуют методики, которые определяют семьи, выявляют семьи на самых ранних стадиях риска. То есть вот этот риск неблагополучия, он рано или поздно становится заметен. Лучше рано, тогда есть больше возможностей влияния на ситуацию. И в органы профилактики у нас входит достаточно большое число субъектов. Это и органы образования, и здравоохранения, и органы МВД. То есть где-нибудь, но заметно будет, да, что вы все вмешаете? Совершеннолетних, в общем, в зоне видимости которых находится ребенок, либо семья с детьми. Соответственно, кто-то что-то заметил, это выносится на решение комиссии по делам несовершеннолетних. Семья может быть признана нуждающейся в сопровождении, в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении. И тогда уже вступает в силу индивидуальная программа работы с этой семьей, либо с ребенком. Если бы это все работало эффективно, если бы мы своевременно узнавали информацию о таких семьях. Ну и надо отметить, что информацию такую тоже мы получаем, кстати, довольно часто. Соседи сообщают, знакомые сообщают, просто кто-то по улице видел, проехал, люк не закрытый, тут же нам тоже сообщили. Мы, соответственно, заставляем немедленно реагировать администрацию, муниципальное образование, такие вещи. Вот если бы эта система работала действительно эффективно, постоянно, ну тогда бы... Мы, может быть, здесь и не собирались, за круглым столом. Немножечко тоже добавлю, потому что у нас в органы профилактики входят ПДН, подразделение по делам несовершеннолетних, и комиссия по делам несовершеннолетних. Естественно, любой вопрос, который касается социального благополучия семьи, ребенка, рассматривается на комиссии по делам несовершеннолетних. Именно в комиссию по делам несовершеннолетних входят различные органы, как было отмечено, и образование, и здравоохранение, педагогические работники, психологи, правоохранительные органы. То есть все органы, которые тем или иным образом согласны закону о безнадзорности правонарушений, должны участвовать в профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. То есть, естественно, самым основным, первым базисом является выявление социального неблагополучия. Но, к сожалению, не всегда, скажем так, работа с семьей дает какие-то положительные результаты. И тут уже как раз возникает вопрос, когда комиссия по делам несовершеннолетних, либо органы опеки, либо прокурор, либо заинтересованные лица, уже в данном случае родственники, идут с исками в суд о защите прав несовершеннолетнего. И здесь иной раз, наверное, то же самое решение родительских прав, это же от суд? Да. Оно иной раз дает, наверное, на благо ребенка? Или как? Или никогда такого блага не бывает? Да, я сразу могу сказать, что самым основным принципом, по которому участвует и руководствует сотрудник прокуратуры, когда дает заключение по делам о лишении родительских прав, ограничении родительских прав, мы даем заключение в интересах ребенка. То есть, по сути, немножечко надо подумать, как ребенок. А что для меня, если бы я был ребенком, что для меня лучше всего? Конечно, прокурор прислушивается к заключению органа опеки и попечительства, который также говорит, что в интересах ребенка. Но прокурор не зависит от заключения органа опеки. Он также выносит свое заключение, исходя из внутреннего убеждения. И уже пропорционально этому уже суд принимает соответствующее решение. Он заслушивает позицию органа опеки, заслуживает позицию непосредственно прокурора, как заключение прокурора. И, естественно, сторон. При помощи соответствующих доказательств принимается решение в интересах ребенка. А ребенок заслушивается? Начинается с возраста 10 лет. С 10 лет. Да, с 10 лет. То есть, мнение человека, чья судьба решается, тоже понимается. Я тоже хотела подобавить. Мы не относимся как к таковым органам именно профилактики. Потому что, как я уже сказала, мы такое конечное звено. Но если говорить о судебных решениях, которые мы исполняем по общению с детьми, допустим, по передаче, по отобранию, особенно по общению, то если посмотреть формально на эту ситуацию, там уже нет семьи. Потому что один родитель хочет общаться с ребенком, который проживает с другим родителем, или бабушка, дедушка. Но мы иногда видим вот эту неблагополучность в той ситуации, которая возникает, когда ребенка начинают, значит, вот так вот между собою делить. И вроде бы формально суд разрешил эту ситуацию, принял судебное решение и вроде бы как восстановил права. В том числе и несовершеннолетнего. Но на самом деле это не происходит. И мы со своей стороны тоже составляем протоколы по статье 5.35 и направляем их как раз-таки для рассмотрения в комиссию по делам несовершеннолетних. Но видим, что комиссия просто немного формально иногда рассматривает эти протоколы, не вникая в саму суть этой проблемы, которая есть на самом деле. А проблемы есть. Вот и сейчас, ну так может быть сложилось, да, вот у нас сейчас есть несколько судебных решений, очень сложных. Вот и Лариса Анатольевна, да, мы с ней постоянно тоже общаемся, потому что обращения поступают и к ним, да, и к нам почти параллельно. Вот. В прошлом году, да, ну вот разрешилась ситуация по одной из, скажем так, уже не семьи, да, но в одной из такой ситуации. Слава Богу, она разрешилась. Но ребенок, я думаю, что получил, ну, определенную психологическую травму, да, после всех вот этих событий. И поэтому я соглашусь с тем, что вот сейчас сказали, что профилактика сама по себе, если все-таки в компетенцию органа, да, вот входит анализ ситуации какой-то, сложив в семье, или вот в ситуации, да, когда уже вроде бы формально этой семье нет, все равно и тут семья, да, и есть родители, все равно они остаются родителями, пока не лишен родительских прав, один из родителей, он родитель. Вот. И необходимо все-таки анализировать эту ситуацию и реагировать, ну, с учетом той компетенции, которая имеет место. Потому что иногда это может быть допоздно. Сейчас ребенку три года, да, и вот он живет вот в этом, потом он там уже достиг 14 лет, да, и как он будет воспринимать общество уже после вот всех этих событий, Ну, вот это может потом вылиться уже совершенно, совершенно другие последствия. 24 на 7, интересный график работы. Я знаю, Ангелина, Следственный комитет, наверное, с несовершеннолетними в таком же режиме работает, потому что это тоже одно из главных направлений работы сотрудников Следственного комитета. Ну, да, конечно. Много было сказано про профилактику со стороны органов профилактики Тверской области. Хотелось бы со стороны Следственного комитета в частности выделить. Есть определенные опасные моменты, которые подстерегают детей, особенно в период наступающих летних каникул. Хотелось бы в очередной раз призвать родителей более внимательными быть к своим детям, в части не оставлять детей маленьких дома, соблюдать режим противопожарной безопасности, разъяснить им правила поведения на дороге, на тех же электрических самокатах. Это вроде бы, да, такие прописные истины, которые уже говорится, да, вот как переходить дорогу, что не оставлять дома, потому что есть открытые окна, потому что сейчас лето. И что не оставлять, если вы поехали в деревню или куда-то, пусть ребенок у них гуляет один маленький, который может просто упасть в пруд. Да, когда наступают последствия, это же очень тяжело, даже тот же электросамокат может повлечь последствия в виде травмирования. И если ребенок, едущий на электросамокате, достиг возраста по лечению уголовной ответственности, он будет нести эту ответственность за то, что причинил кому-то травму. Если ребенок выпал в окно и получил травму, это, естественно, также несет ответственность родителей за то, что безопасность данного ребенка не соблюдена. Это вот хорошо, что если он получил травму, да, хотя ничего хорошего, а если просто он лишился жизни, как часто бывает. Мы с такими случаями, к сожалению, не столкнулись. Значит, на что сейчас обращаем внимание? Автодорога. Это скутеры и электрические самокаты. Да, вот те самые, которые это просто бич 22-го года, можно назвать. Когда дети, не зная себя, можно взять любой самокат, да, на улице и нестись сломя голову. Ну, я бы сказала, не только дети, дети и взрослые. А, ну и дети, и взрослые, да, да, сейчас все. Здесь на что следует обратить внимание, если это ребенок к родителям? Объяснить правила дорожного движения, да. Правила дорожного движения. Скорость, правила дорожного движения и ответственность. Ребенок, ну, соответственно, допуская его до самоката и до любого средства повышенной опасности, к которым также относится самокат, необходимо объяснить ответственность движения на данном транспортном средстве. Ответственность сейчас. Мы что можем сказать об ответственности, объясняя нашим телезрителям? Мы можем сказать о том, что с 14 лет ребенок несовершеннолетний достигает уголовной ответственности за ряд преступлений, в том числе и причинение вреда здоровью человека, в том числе и причинение тяжкого вреда здоровью человека. Необходимо объяснить. Ну, кроме того, имеется и административная ответственность. Что связано с водоемами? Это ведь тоже определенная бич? Водоемы, естественно, это ответственность родителей. То есть не допускать детей до водоемов, особенно если они не умеют плавать. Если этот водоем не является официальным пляжем, местом допуска к плаванию ребенка, то есть ответственность несет исключительно родитель за ненадлежащее создание условий. Помните, у нас был, Ангелина, случай, когда мама как бы отвернулась, что она не заметила, что у нее дочь, по-моему, подошла к водоему, скатила с берега и утонула. У нас такое было. То есть, опять же таки, не оставлять ребенка одного. Ну, это как раз таки и называется легкомыслие, небрежность, неосторожность. Это одна из форм вины. Ну, здесь профилактическая работа тоже, что называется, предупреждать, да? Это здесь может уберечь ребенка именно та самая профилактическая работа, каким словом мы ее называем. Объяснить. Именно так, да. Действительно, сразу могу сказать, такую некую тайну особую не сделаю. Она состоит в том, что фактически каждый день к прокурору района, прокурору области поступают сведения о случаях с несовершеннолетними. То есть, если травматизм среди несовершеннолетних, тут же этот вопрос ставится на контроль, прокурор, соответствующий на территории которого произошел несчастный случай с ребенком, начинает собирать информацию, связанную с работой органов профилактики. Прежде всего, что делает прокурор, это оценивает работу профилактики, органов профилактики. Потому что ситуации бывают очень много, как в данном случае, вот, как сказали, да, женщина отвернулась, легкомыслие или еще что-то. А бывает такой случай, когда женщина не просто там, например, легкомыслие находилась в состоянии алкогольного опьянения и не обратила внимания за своим ребенком. Здесь возникает вопрос, а была ли эта семья на специальном профилактическом учете? Как велась работа с этой семьей? И в дальнейшем дается оценка работы как органа опеки, в том числе комиссии по делам несовершеннолетних, если ранее семья также рассматривалась ее поведение на комиссии. Как часто бывает у нас с пожарами, с теми же самыми, да, когда мама пошла в гости отпраздновать какое-то событие, да, дети остались дома одни и все, и сгорели, и погибли. И такое, к сожалению, у нас тоже в области бывает. А открытые окна, да, Набелина? Ну, конечно, это зачастую происходит. То есть, москитные сетки, легкомыслие, родители открыли, проветрить, помыть окна, буквально на минутку отвернулись, приставили, ну, неумышленно, естественно, там, стульчик, подоконник, залез ребенок, выпал, облокотился на сетку. То есть, последствия страшные, события необходимо предупреждать. Угу. И еще у нас одна тема, которую мы часто поднимаем в эфире, это дети, которые самовольно, так называемые потеряшки, которые уходят часто из дома, и потом все поднимаются. Вот это тоже нету времени ждать. Тут же поднимается. Вообще, нужно когда вот обращаться в полицию, если тогда случилось? Если, незамедлительно, ребенок, естественно, если перестает отвечать на телефон, если его нет в зоне видимости, независимо от возраста ребенка, конечно, если это малолетний ребенок до 12 лет, то тут и самим нужно бить тревогу и обращаться незамедлительно в правоохранительный орган. Если это ребенок, который самостоятельно уже где-то гуляет, может быть, у друзей, у бабушки, у дедушки, обзвонить, естественно, всех, кого возможно. Ну и после этого, при отсутствии какой-либо информации о ребенке, незамедлительно сообщать, независимо от того, ранее уходил, состоит ли он на профилактических учетах по данным вопросам. В любом случае, каждый случай индивидуален. Поэтому разбираться нужно в каждом случае безвестного исчезновения ребенка. И тут многие, как вот, когда мы говорим о наркотиках, говорят, у нас семья нормальная, типа у нас ребенок никогда не скатится на наркоту. Здесь тоже уход из дома, это тоже может свидетельствовать о состоянии самой семьи. А благополучность только с той точки зрения, не все понимают правильно эту благополучность. Благополучие для многих это то, что есть две машины в семье, да, и есть что похожее. Не всегда, да, это как раз-таки свидетельство о благополучии. И вот здесь нужно посмотреть, насколько с этим ребенком общаются, насколько действительно он не предоставлен сам себе, да, для того, чтобы... Ну и вообще само по себе общение, да, вот совсем недавно у нас было исполнительное производство, да, по передаче ребенка. И у нас был объявлен розыск ребенок и мама, да, у которой мы должны были этого ребенка забрать. Вот. И столкнулись в процессе розыска вот с такой ситуацией, когда родственники, да, там и бабушка была, да, и вот Лариса Анатольевна тоже знает эту ситуацию, там и дедушка, и иные родственники, как раз-таки повели себя немножко неправильно, да, встали не на сторону как раз-таки, да, вот закона, а встали, как им казалось. То есть они защищали ребенка, да, скрывая там информацию о том, где мама находится, да, и где он может находиться. А это все может привести, да, хорошо, что это не привело, да, не дай бог, к таким последствиям, что этот ребенка сейчас разыскали, да, но там произошли другие события, да, которые тоже могут иметь под собой определенные последствия. Вот здесь как раз-таки нужно, чтобы родители и родственники правильно понимали, да, что благо для ребенка, а что нет. Да, это что такое правильно понимать, у каждого понятия свое, да. Я хотела узнать о представительстве прокуратуры, что такое, вот вы написали мне, что такое инициативная форма участия прокурора. Да, я сразу... Это вот в этом деле защиты ребенка. Да, в деле защиты ребенка. Дело в том, что органы прокуратуры, также прокурор, обладают правом обращения суд в интересах несовершеннолетнего. Ну, вот поскольку у нас сегодня представитель службы судебных приставов, скажу, есть такая практика, действительно, которая касается взыскания неустойки по алиментным обязательствам. То есть в данном случае одной из форм профилактики также является то, чтобы ребенку, на содержание ребенка своевременно родителями выплачивались алименты. И действующее законодательство предусматривает такую меру ответственности, как неустойка по взысканию алиментов. Кроме того, хотелось бы отметить следующее, что действующее законодательство, когда перечисляет вопросы, связанные с основанием для лишения родительских прав, также указывает одним из оснований, это злостное уклонение от уплаты алиментов. Поэтому тоже это серьезный момент, который также входит в вопрос профилактики, поскольку мы сегодня этот момент затрагиваем. Что еще относится к инициативной? Прежде всего, это исковая работа направлена, например, на неопределенный круг лиц прокурора. То есть в порядке 45-го гражданского процессуального кодекса прокурор имеет право обратиться с иском в суд в интересах, допустим, ребенка несовершеннолетнего, либо неопределенного круга лиц в том числе, например, детей. Когда выявляются какие-то нарушения в образовательном учреждении, связанные с нарушением требований санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности. Когда, например, прокурор на своей территории выявляет заброшенное здание, которому необходимо ограничить доступ неопределенного круга лиц, в том числе и детей. Да, что такое заброшенное здание, мы все хорошо знаем, что там только может не произойти. Да, да, да. То есть вот это именно касается исковой работы. Вот в таком формате. Уважаемые друзья, может быть, еще раз, может быть, вы выскажете свое мнение, хотя столько раз за этим кругом стало, мы об этом говорили. Какой лучший способ, как заставить человека платить алименты? Тем более, что мы говорили, что среди неплательщиков есть не только мужчины, но и женщины. Ну, в первую очередь, если мы все-таки говорим, да, вот об этой проблеме, здесь, наверное, это опять же в очередной раз разъяснить, что даже если установленный размер по каким-то причинам, да, ведь у нас все-таки инициатором является другая сторона, да, взыскание алиментов, и если там тот или иной должник понимает, что вот в данном случае эти алименты на сегодняшний день не посильны, да, ну, по разным причинам, вот, то всегда этот размер можно изменить для того, чтобы не возникало долга, да, который потом человека затягивает, что он не может заплатить, долг растет, и, соответственно, да, возникает еще вот такой вот негатив к самому вот этому процессу. Поэтому необходимо оценить свои возможности, да, то есть, ну, если нет возможности, допустим, там, заключить какое-то соглашение, да, и предпринимать все необходимые меры для уплаты текущих алиментов. Тем более хочу обратить внимание, что в конце 2021 года у нас внесены изменения в Кодекс административных правонарушениях, в статью 5.35.1 и в примечании статьи 157 УК РФ, которые касаются как раз-таки вопросов привлечения к административной уголовной ответственности. То есть, что если раньше какая-то частичная оплата могла учитываться, да, как оплата алиментов, то на сегодняшний день мы при, значит, рассмотрении вопроса как привлечения к административной ответственности, так и привлечения к уголовной ответственности рассматриваем текущий период, а это текущий месяц, да, есть, алименты у нас должны уплачиваться каждый месяц, подлежит уплате именно та сумма алиментов, которая указана либо в судебном решении, либо в соглашении, да, нотариально-удостоверенном соглашении. И если вот за прошедший текущий период данная сумма не уплачена, это уже считается и неуплатой, то есть нам необходим срок, там, два месяца неуплаты, да, и мы дальше уже можем говорить о привлечении к той или иной ответственности. Вот законодатель это сделал как раз-таки для того, чтобы у должника не было возможности, да, уплатив там 100-500 рублей, да, совершенно спокойно и накопив там задолженность в 100-200 тысяч, совершенно спокойно думать, что вот у меня все хорошо. Нет. И, соответственно, да, не нужно вот к этому приводить, это я как раз-таки как заставить, да, еще раз разъясняю, что необходимо предпринимать все меры, тем более законодатель тоже дает возможность обращения в суд. Размер элементов может меняться сколько угодно раз, но в судебном порядке. Если не удается договориться, то есть нет ограничения к тому, и взыскатель может обратиться к изменению размера, и должник может обратиться к изменению размера уплачиваемых элементов. Лариса Анатольевна, вот на Ваш взгляд, вот эта профилактическая работа, как, что может быть сделать, чтобы толкнуть себя к большей эффективности, скажем так? Вот говорили, если бы работала комиссия хорошо, если бы все органы работали, которые должны это делать, то все бы было нормально, и мы бы это дело не обсуждали. Ну, я, наверное, снова неочевидную и не самую популярную версию скажу. Надо с самого раннего детства в человеке воспитывать такую вещь, такую черту характер, как ответственность. Ответственность за свои слова, за свои поступки, за последствия своих поступков, чтобы мы не получали на выходе некий полуфабрикат человека, которому ни разу не стыдно бросить ребенка, не стыдно не платить алименты, не стыдно причинять ему какие-то физические увечья, что мы тоже часто в сводках видим. При этом мы говорим не только этому про мужчину, но, собственно говоря, и про женщину тоже. Это игра в долгую. Это не прямо сейчас. К сожалению, в связи с событием в нашем государстве, которые после развала Советского Союза произошли, этот момент воспитания каких-то важных качеств в детях, мы отдали самотек. Родители кто-то воспитывал, а кто-то не очень. Приоритеты были другие. Неожиданно. Так сложилось. Это мы уже сейчас видим, это мы уже получили. Это вот у нас 2 миллиарда задолженности по алиментам, и несколько тысяч должников. Это как раз это поколение. Это одна из характеристик выросшего поколения. Давайте начнем менять уже. И в том числе это вопрос и к родителям, это вопрос и к формированию какой-то нравственной основы государства, это вопрос и к образованию в том числе, и к культуре, разумеется. То есть это вот такая вещь, которую невозможно прямо сейчас пощупать. Это не закон, который приняли, мы начали его реализовывать. Но это необходимая вещь. Ангелина, Ваш совет родителям, которые, может быть, сейчас слушают программу нашу, чтобы ребенок не попадал еще раз, мы не устаем об этом говорить, Ваше основное пожелание? Не попадал в неблагоприятные ситуации? Конечно, чтобы не было, не было таких критических ситуаций, чтобы потом не плакать себе, не рвать на себе волосы, что произошло. Личная ответственность, как уже сказала Лариса Анатольевна, воспитываем с детства в детях и в себе продолжаем воспитывать. И только это приведет нас к благоприятному результату. Те люди же, которые довоспитаны, которые взрослые, надо еще раз подумать об этом, что у вас на руках. Вы воспитываете нового человека? Конечно, да-да-да, именно об этом. А те, которые невоспитаны, те будут иметь дело с законом. А, закон, да. Я кое-что добавлю, сразу могу сказать, в органах прокуратуры активно ведется правовое просвещение. Тоже не секрет, когда сотрудники прокуратуры ходят дошкольные учреждения к деткам, рассказывают некие моменты, связанные, адаптированные детям, которые им понятны. В образовательные учреждения уже школы, также доводят до детей некие моменты, связанные с правовым просвещением. Поэтому также органы прокуратуры некую воспитательную функцию также несут в массы, рассказывают о действующем законодательстве, в форме поведения. Ну, я думаю, что вот как бы вы вот сделаны, Наряши Геннадь, но вам есть что добавить? Да нет, я думаю, что общее мнение, оно все равно, все с ним согласились, да, что это только наша внутренняя ответственность, если каждый из нас, да, будущий родитель, настоящий родитель будет это понимать, что вот ответственность, да, у него есть за то существо, которое рядом с ним, либо которое появится. Если он заранее это понимает, это мы о тех будущих, да, о папах, которые уже думают о том, что ничего я там дальше не буду задуматься о будущем ребенка. Вот отсюда, да, наверное, будет уменьшаться и количество исполнительных производств, да, и количество вот тех, ну, на мой взгляд, даже иногда страшных ситуаций, да, которые возникают Да, но это тоже, с кем уже сталкивается следствие комитета. И все равно мы приходим к тому, что профилактика, разъяснение еще раз, да, это должно быть, чтобы оно постоянно было на слуху, да, чтобы человек постоянно это слышал, и тогда это может быть, мы достучимся до души, до сердца и до головы. Ну, информационная работа с вашей помощью, конечно. Дай бог, уважаемые друзья, хочется пожелать в преддверии лета, пусть лето для каждого человека так долго ждали, да, наконец-то наступает тепло, чтобы оно не обернулось бедой, просто-напросто действительно надо думать, надо беречь себя, беречь своих детей. Спасибо огромное за участие в программе. Спасибо, будьте здоровы, до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова